Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. По труду и награда. Медалью Халак Алгасы наградили отличившихся в борьбе с коронавирусом. Отмечены 343 казахстанца, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и СМИ. Ведь именно они первыми приняли удар пандемии и находились на передовой борьбы с коронавирусом. Их труд неоценим, отметил глава государства Касымжомар Токая в ходе республиканского онлайн-форума Безбергемес. Помощь неравнодушных казахстанцев была особенно важна в период режима чрезвычайного положения. Казахстанцы, которые всегда отличались отзывчивостью и готовностью оказать поддержку, с первых дней включились в общественную работу и трудились не поглодая рук. Вклад каждого из них заслуживает большого уважения. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности в первую очередь обращены к вам. Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи. Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм. От лица руководства области неравнодушных граждан в этот день поблагодарил первый заместитель Акима области Лязат Турлашев. Передав большую благодарность главы региона Аманны Кабаталова, он отметил кропотливый труд медиков и полицейских, которые по сей день находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Отдельного внимания заслуживают меценаты ЖТСУ, внесшие свой вклад и поддерживающие горожан в столь сложное время. Признательности народа заслуживает и работа волонтеров, которые 24 часа в сутки развозили продуктовый набор унуждающимся. Именно они в этот день получили специальную медаль от президента страны Халла Халгаса. Не остались в стороне и сотрудники средств массовой информации. Так как многие казахстанцы были вынуждены сидеть дома, то новостные ленты, радиочастоты и телевидение в эти месяцы стали настоящим окном в мир. Сотрудники СМИ наравне с экстренными службами, полицейскими и медиками продолжали и продолжают свою работу. Президентской медалью за упорный труд награждена собственный корреспондент телеканала «Хабар-24» по Алматинской области Гульна Аржантасова. Она в период ЧП передавала самые свежие новости края ЖТСУ по главному телеканалу Казахстана. Я хочу сказать, что сегодняшний успех – это не мой личный успех. Это успех всей нашей команды. Потому что любой телевизионный сюжет, он не существует в жизни без оператора, без режиссера, без видеомонтажера. Это люди, которые в команде работают, которые создают сюжет, который выходит в эфир. И вот от слаженной работы всего коллектива зависит та информация, которую мы подаем. Поэтому, я считаю, сегодняшняя награда – это награда всего нашего корреспондентского пункта «Хабар-24» в Алматинской области. Государственной наградой удостоились 343 казахстанца. Труд каждого из них не останется незамеченным, четко подчеркнул глава государства. Азад Жумаханов, Абзал Нусипов, телекомпания «Ажетессо», Талдыкурган. Правительство поможет бизнесу в период пандемии. Для этого Государственной комиссией по восстановлению экономического роста сформирован план мероприятий, включающий 43 дополнительные меры по поддержке сферы. В частности, речь идет об упрощении закупок и развитии казахстанского содержания. Также в стране намерены расширить возможности финансирования лизинга сельскохозяйственной техники и рефинансирования кредитов. Для улучшения условий ведения бизнеса правительством постоянно совершенствуется законодательная база. Так, ранее Сенат парламента принял восьмой пакет законодательных инициатив по вопросам улучшения бизнес-климата. Благодаря вносимым поправкам предпринимателям станет легче вести свое дело. К примеру, упрощаются процедуры по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. В рамках подключения к электрическим сетям предусматривается внедрение одного окна. В результате принятых мер Казахстан в прошлом году вошел в топ-25 стран рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Доля малого и среднего бизнеса ВВП выросла почти до 31-30%. План мероприятий, включающих в себя меры поддержки бизнеса, составлен по итогам обсуждений с предпринимателями всех регионов. Поэтому реализация всех озвученных мер придаст импульс дальнейшему развитию предпринимательства, будет содействовать улучшению бизнес-климата и позиции Казахстана в рейтинге. Поручаю государственным органам и акиматам регионов обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий. Обсудили участники селекторного заседания и тему касательно подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году к отопительному сезону планируется отремонтировать 8 энергоблоков, 59 котлов и 44 турбины. В целом подготовительная работа к предстоящему осенне-зимнему периоду ведется активно. И дефицита угля не ожидается, доложили главек обмина. Поручаю акиматам регионов усилить меры по качественной подготовке к предстоящему отопительному периоду. Своевременно завершить все запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность к отопительному сезону всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы. Также необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен на топливо. В Алматинской области отметили День государственных служащих Казахстана. Праздник относительно молодой был учрежден 8 лет назад и стал одними из самых значимых в политической и общественной жизни страны. В отличие от прошлых лет, праздник впервые проходит в онлайн-формате. По всей стране отмечают более 90 тысяч казахстанских госслужащих. В их числе и 7200 специалистов Алматинской области. Быть государственным служащим – большая ответственность и особая честь. Служение народу и государству превыше всего. Провозглашенный главой государства принцип взят за основу работу госслужащих. Во многом от качества нашей работы, профессионализма и самоотверженности. Зависит благополучие народа и процветание всей страны. Отметила, поздравляя своих коллег, руководитель агентства государственной службы Лязат Бисикулова. В это непростое время, период пандемии, хотелось бы все-таки выразить свою благодарность, что несмотря на все вот эти сложности на сегодняшний день, государственные служащие все-таки в первых рядах оказываются даже по борьбе с этой пандемией. Никакое государство без государственного служащего, без государственного управления существовать не может. Поэтому государственные служащие всегда должны оставаться выдержанными, профессионалами своего дела, должны быть эффективными, открытыми. Сейчас вся политика реализуется в том плане, что мы должны создать профессиональный государственный аппарат. Мы его создаем. А тем временем более полутора миллиарда тенге вдохнут новую жизнь в реализацию 45 проектов в Сарканском районе. В рамках программы «Дорожная карта занятости» свыше 400 жителей района нашли работу, 214 из которых через центр занятостей. Ходом проводимых работ интересовался наш корреспондент. Дом культуры села Карабагет не видел основательного ремонта с начала своего открытия 1973 года. Благодаря дорожной карте в здании проводится поэтапный капитальный ремонт, на который выделено свыше 215,5 миллионов тенге. Представитель подрядной организации «Богалы» Лаколь заверяет, что демонтажные работы уже завершены. Теперь работа пойдет быстрее. Преобразится и прилегающая территория сельского дома культуры в 2000 квадратных метров. В рамках благоустройства проведут озеленение и асфальтирование дорожек, разобьют досуговую зону. В капитальном ремонте зданий задействовано 29 рабочих, трудоустроенных через центр занятости. Благоустройство – это брусчатка около 600 квадратов, озеленение около 1000 квадратов, и там асфальтные дорожки. Сроки 5 месяцев – начало стройки 1 июня, а окончание – 1 ноября. В самом центре Саркана полным ходом идут работы по благоустройству девяти дворов многоэтажного сектора. Здесь с 90-х годов прошлого столетия опустовало около 70% квартир жилых зданий. В 2015-м в дома провели теплоснабжение, отремонтировали инженерные коммуникации, а пустующее жилье районный Экимат раздал нуждающимся семьям. В нынешнем году и территория многоэтажек предстанет перед сарканцами в обновленном виде. Вместо пыльных придомовых площадок – асфальтированные дорожки и тротуары, игровые и парковочные зоны. С республиканского бюджета были выделены 178 миллионов тенге. И подрядчикам теплоремстрой активно ведутся работы. Срок окончания – 30 августа. Каждый день контролируем. Здесь также жители сами тоже контролируют, смотрят за ходом строительства. Благодаря дорожной карте на этом объекте задействованы 26 сарканцев, привлеченных через центр занятости. Также районным отделом ЖКХ проводятся работы по реализации еще трех проектов. Это текущий ремонт водопроводных сетей в селах Алмалы и Лепсы, а также центральной котельной сарканы. Она отапливает все бюджетные организации города, в том числе большую часть многоэтажного сектора. Сам объект был сдан в эксплуатацию пять лет назад. Но по нормативам капитальный ремонт стратегически важного объекта должен проводиться каждые три года. Сейчас в котельной проводится ремонт. Здесь проходит замена труб на трех котлах общей протяженностью более 8 тысяч метров. На ремонт выделено более 55,5 миллионов тенге. Работу проводит алматинская компания «Азиоэнергопроект Монтаж». В работах по ремонту участвует 16 человек, 8 из которых по дорожной карте занятости. Срок окончания ремонта 30 августа. До 15 октября нам нужно сделать еще пробные запуски, испытать котельную. Дорожная карта занятости помогает развитию аулов. На двух центральных улицах поселка Якеаша развернуто строительство 10 километров дорог, 7 из которых планируется заасфальтировать, а на 3 километрах появится гравийное покрытие. По окончании дорожно-строительных работ, намеченных на первую декаду сентября, местные жители забудут про ямы и ухабы. В этом году было запланировано в селе Якеаша, запланировано средний ремонт дорог, улиц на 170 миллионов тенге. Подрядная организация ТО «Теплоремстрой» на сегодняшний день привлечено 42 человека. Из них 50%, 21 человек привлечены через центр занятости, местное население безработное, непосредственно с этого населенного пункта. В целом в этом году по Сарканскому району на ремонт дорог выделено 655 миллионов тенге. На 22 километрах автомобильных путей проведут средний ремонт, а на 40 километрах трассы – текущий. Евгения Присяжная, Мадиба и Басынов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил на своей официальной странице Аким Алматинской области Амандык Баталав. Глава региона отметил особую роль полиции в нынешних реалиях и поблагодарил их за столь важный, порой опасный труд и самоотверженность. В своей ежедневной работе рискуя своей жизнью и здоровьем, полицейские ЖТСУ всегда с честью и профессионализмом выполняют свой долг. Вы посвятили свою жизнь нужной и ответственной профессии – охране общественного порядка. Спокойствие страны, безопасности ее граждан и борьбе с преступностью сказано в сообщении Акима области. Субтитры создавал DimaTorzok Впервые в истории полицейские Казахстана не отмечают свой профессиональный праздник торжественным парадом, собраниями и концертами. Всему виной пандемии коронавируса, которая внесла свои коррективы в календарь праздничных дат. Главный страж порядка края ЖТСУ Серик Кудельбаев в этот праздничный день находился на видеосвязи со всеми районами и городскими подразделениями. Согласно праздничного приказа за профессионализм, высокие показатели служебной деятельности поощрены свыше 650 стражей порядка Алматинской области. А также 44 родителям полицейских вручены благодарственные письма. 63 стражей порядка награждены грамотами, а 428 кандидатов получили свои первые офицерские погоны. Поощрили стражей порядка и материально, денежные премии получили более тысячи сотрудников. И в продолжении темы. Этот год выдался для полицейских особенно сложным. Ведь почти три месяца им пришлось работать в условиях чрезвычайного положения, введенного в республике и всеобщего карантина. Молодые, грамотные и бесконечно преданные своему делу полицейские, именно такими видятся будущие отечественные полиции. И к большому счастью, такие сотрудники сегодня уже в ее рядах. В честь Дня казахстанской полиции мы расскажем об опасной и трудной службе следователя из города Текили Азамата Сулейменова. Востребованность в профессиональных следователях всегда высока. Однако специалистов, как правило, не хватает. Ведь эта работа требует не только настойчивости и упорства, но особых качеств и способности жертвовать своим личным временем. Многие, как правило, просто не выдерживают ритм работы. Но это не сломило Азамата Сулейменова. Окончив учебу в 2014 году, он начал свою работу в органах внутренних дел, начиная с сержанта за шесть лет службы. Вырос до старшего лейтенанта. Служба полиции мне нравится тем, что защищаю права граждан. Данная работа очень сложная, очень кропотливая, где каждая деталь в расследовании уголовного дела имеет особое значение, которую нельзя упустить из виду. В будущем я планирую также работу на должность следователя. Я считаю, что данная работа очень благородная и приносящая пользу граждан. Хулиганство, разбои и другие преступления. С такими сложными делами ежедневно сталкивается молодой полицейский. И, как правило, на личную жизнь времени не хватает. Но это не про Азамата. Уже шесть лет он в браке с Айжан. Воспитывают двоих сыновей. Ночные дежурства, засады, подъемы по тревоге. Все это имеет место. Но привыкаешь довольно быстро. И даже бывает интересно наблюдать за всей этой суетой. Делится супруга Азамата. Шесть лет вместе. Ну, поначалу было очень сложно. Они могли привыкнуть к его работе. Он всегда на работе, днем и ночью. Бывает, придет, бывает обратно вызовут, обратно уедет. Мы сейчас уже привыкли. Работа есть работа. Хоть у него очень мало времени, если он даже прибежит на 10-15 минут, он старается провести это время со своими детьми. Хоть и не покушает, не поест, он все равно уделяет время больше детям. Своё будущее Азамат намерен связать с профессией полицейского и продолжить службу в рядах органов внутренних дел. Главное – приносить свою пользу обществу. Вот главный девиз молодого полицейского. Азадж Маханов, Мадибай Бусынов, телекомпания «Ажатасо», Талдыкурган, Текили. На страже окружающей среды в честь Дня казахстанской полиции в управлении местной полицейской службы Алматинской области определили лучшего сотрудника подразделения. Им стал инспектор группы природоохранной полиции капитан Баглан Рымжанов. О заслугах доблестного стража порядка расскажет Анвара Мангельдинов. Баглан Рымжанов – потомственный страж правопорядка полицейский в третьем поколении. Именно пример отца и деда вдохновил мужчину вступить в ряды сотрудников правоохранительных органов. Однако главным составляющим в выборе профессии стал дядя Талаб Кадырбаев, легенда уголовного розыска Семеречья. «Он был для меня настоящим кумиром и образцом мужества», говорит сотрудник природоохранной полиции. «В 10-м году в феврале у меня вышел приказ. После этого я начал работать в органах внутренних дел, то есть в Алматинской области, в Каратальском районе, дежурная часть, помощник дежурного. После 2012 года я пересел на должность участкового инспектора полиции, работал в Каратальском, также в Каратальском районе, село Жан-Талаб до 2015 года. После я перевелся в город Талдыкурган на ротопатрульную полицию, в воду города Талдыкурган. Там, от работы до 2018 года, в сентябрь месяц, я перевелся сюда, инспектором природоохранной полиции, в Алматинской области». У капитана полиции Баглана Рымжанова отличные показатели. В прошлом году личным сыском выявил 7 фактов уголовных правонарушений. За 5 месяцев 2020-го под его руководством установлено 515 нарушений. По 60 из них возбуждены уголовные дела. «Я сам люблю природу, люблю защищать природу. Если мы не будем защищать природу, соответственно, что останется нашим детям? Я хочу, чтобы будущее было у нас детей, чтобы природа сохранилась, как она есть». Всё свободное время от работы Баглан Рымжанов уделяет семье. Вместе с супругой Альёй полицейский воспитывает двух сыновей. Своим детям страж правопорядка прививает любовь к природе и здоровому образу жизни. «Мой муж очень дружелюбный и отзывчивый. Именно за эти качества я его полюбила. Любит детей. Благодаря ему сейчас наш старший сын занимается дзюдо. Имеет уже некие достижения. Надеюсь, что мои сыновья будут похожи на своего папу и будут трудиться во благо страны». Занесение честной и доблестной службы Баглан Рымжанов отмечен множеством благодарственных писем и грамот. Ежегодно эта коллекция пополняется. Так, в этом году мужчину признали лучшим сотрудником подразделения. За все свои большие и маленькие достижения капитан полиции благодарит коллег, которые так же, как и он, работают во благо страны. Ануара Мангельдинов, Амин Ахутайберген, телеканал ЖИТСУ. Контрольный заезд. В честь Международного олимпийского дня велошкола имени Андрея Кивилева организовала с воспитанниками открытый соревновательный урок. В нем приняли участие более 20 молодых спортсменов разных возрастных групп. 53 года уже как празднует Международный олимпийский день. В этот знаменательный день принято устраивать массовые забеги, спортивные представления с приглашением олимпийских чемпионов. Поддержали этот праздник велогонщики, приняв участие в открытом соревновательном заезде. Пригласили соседние базы из близлежащих районов. Это у нас Крупск, Кировск, Искельдинский район, город Текили и ребята с базы города Талдыкурган, чтобы между собой ребята посоревновались, почувствовали соревновательный дух. Всего было три заезда. Среди старших юношей, младшей возрастной категории и девушек. Среди них и чемпионка Казахстана в шоссейной гонке Екатерина Удовыкина. Занимается велоспортом она уже три года. Однако после длительного карантина ощущения уже другие, признается спортсменка. Первое ощущение было очень тяжело. Трасса, ну как по мне, легкая, не особо тяжелая. Бывали потяжелее. А вот после долгих перерывов очень тяжело тренироваться. Сразу одышка появляется. Сразу же устаешь, как только стартуешь. Как известно, велоспорт – олимпийский вид спорта. И спортсмены на своем примере призывают население заниматься физической культурой и спортом. Алексей Цоя, Буя Кутык Пая, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова